Наступила зима, и хотя на Кубани она пока не слишком холодна, но декабрьские дни становятся всё короче. Значит, школьникам приходится зачастую переходить дорогу в тёмное время суток. Как детям избежать опасности – об этом в нашем репортаже. Зимняя непогода, туман, сильный дождь, снегопад, гололёд, да ещё и большая продолжительность тёмного времени суток – всё это осложняет дорожную обстановку. Поэтому нужно быть предельно внимательными в это время. Статистика происшествий также призывает к осторожности. За текущий период 2018 года на территории Славянского района зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов в возрасте до 16 лет, в которых 11 подростков получили травмы различной степени тяжести. Из общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов 6 произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. Из них 4 в тёмное время суток. Так, 10 декабря в городе Славянске-на-Кубани было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 подростка пешехода получили достаточно серьёзные травмы. Большая ответственность лежит на водителях. Им нужно постоянно контролировать дорожную обстановку, особенно в тёмное время суток. Уважаемые водители, соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, соблюдайте скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений, мест массового притяжения детей и подростков. Будьте предельно осторожны, особенно в тёмное время суток. Мы провели опрос среди славянцев, у которых есть собственные дети и внуки. Что они делают для их безопасности на дорогах и в чём они видят решение этой насущной проблемы. Мы своих детей возим в школу, встречаем и возим. Да, конечно, беспокоят, как и всех жителей города, я думаю. Одна машина едет, другая не пропускает. То есть взрослые даже идут и страшно переходить через переходы. Машины несутся. Не обращаю внимания ни на школьников, ни на кого. Я считаю, что один выход – это только светофоры. Своим детям разъясняли, чтобы они убеждались, прежде чем проходить дорогу, неважно, пешеходный переход или нет. Убеждали своих детей, чтобы они убеждались, смотрели по сторонам. Убедились, что машина остановилась. Всё, тогда проходить. Разговариваем мы, разговаривают в школе учителя. Это все работы проводятся. Светоотражающие знаки всё носим. У меня трое детей, за всех переживаю. Очень опасно. Опасно ходить детям. Каждый раз волнуешься, отправляясь в школу. Не знаю, водителям только бдительность. В целях обеспечения безопасности детей, им необходимо носить световозвращающие элементы на верхней одежде и сумках или рюкзаках. Ношение этих элементов, фликеров, снижает риск наезда на пешехода в темноте в 8-10 раз. Дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, только убедившись, что двигающиеся автомобили пропускают. Одним словом, быть очень внимательными и осторожными рядом с проезжей частью и на ней. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Которые будут напоминать вам о том, что переходить дорогу нужно.